Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачева-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Сто лет со дня рождения генерал-полковника Султана Кюкезовича Магомедова в КЧГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная вековому юбилею выдающегося земляка. Талант наших художников, наших деятелей искусств, он говорит сам за себя. А вот как научить преподносить продукт правильно с идеально подобранной упаковкой в выигрышном свете. Конкурс на лучший социальный проект охватывает практически все сферы жизни и участвовать в нем могут каждые. Победители нынешнего года получили денежные сертификаты и памятные подарки. В честь столетия почтовой связи Карачева-Черкесии прошло торжественное специальное огошение юбилейных конвертов с участием редакторов газет и спорта. В России исследования вакцины от COVID-19 для пожилых идут очень успешно. В течение ближайшего месяца будут готовые результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник В». Они вступили в силу с 8 декабря. И в вести из оперштаба. Сегодня в Карачева-Черкесии выявлено 92 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 14 212 человек. Из них 12 654 выздоровели, 935 госпитализированы. Сто лет назад родился выдающийся полководец и дипломат генерал-полковник Султан Кокезович Магомедов. К его столетию в стенах Карачева-Черкесского государственного университета прошла научно-практическая конференция. Также данное мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Султан Магомедов родился в 1920 году в ауле Хурзук. Уже с детства он отличался талантом к учебе. После 9 класса его сразу приняли на последний курс в педагогическом факультете рабфака в Микоян-Шахаре, который он также кончил с отличием. Султан Кокезович очень любил точные науки и мечтал стать ученым. И поэтому поступил на физико-математический факультет Ростовского университета. Но после второго курса был призван в ряды Красной Армии. С этого момента начался его долгий путь солдата. В армию он прошел полковую подготовку, получил звание сержанта, а потом началась война с Финляндией. Спустя некоторое время Султан Магомедов снова ушел на фронт. Началась Великая Отечественная война. Все, кто знал его лично, говорят про его доброту и желание помочь всем, кто обращался к нему с просьбой. Он человек очень глубокий, очень широкого кругозора, глубокого ума, очень простой. К нему с доверием мог подходить, с ним разговаривать и рядовой, и равный, и выше его чинами. Он был участником тяжелых боев под Москвой, Сталинградской битвы, Курской битвы. Освобождал Белоруссию, Прибалтику. На научной конференции, которая проходила в читальном зале Карачаево-Черкесского государственного университета, рассказывали о биографии Султана Магомедова, о его трудном пути военного. Ведь за всю жизнь Султан Кёк-Кёзович прошел через пять войн и завершил службу в звании генерал-полковника. Долгое время изучаю его биографию и занимаюсь его популяризацией и героизацией уже 13 лет. Поэтому мне очень близок. Он настоящий, можно сказать, герой из героев нашей республики. Поэтому мы должны его помнить, чтить, всячески поддерживать всех починных о сохранении памяти об этом человеке, великом человеке. В связи с эпидемиологической ситуацией данная конференция проходила с ограниченным количеством участников. Когда ситуация с коронавирусом сойдет на нет, организаторы проведут пять мероприятий и установят памятник Султану Кёк-Кёзовичу Магомедову. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Выгодна инвестиция в будущее и собственный бизнес. А если еще с курсом на экспорт, при поддержке программы развития малого и среднего бизнеса, то успех обеспечен. Так считают участники форума, который вот уже третий раз проходит в Черкесске. В особенностях легкой промышленности с курсом на экспорт разбиралась Фатима Даурова. Особенности и тенденции мирового Лигпрома. Новые возможности поиска каналов сбыта, способы расширения клиентской базы и усовершенствования работы с интернет-площадками. Тем для обсуждения у участников форума было достаточно. Диалог вышел конструктивным, затронув важные аспекты развития легкой промышленности республики. Представители предприятий и самозанятые бизнесмены получали практические инструкции с примерами успешного применения. Для предпринимателей очень важно дать главные направления, которые позволят им использовать свой потенциал. В течение двух дней участники представят свою продукцию на ведущей экспозиционной площадке страны, примут участие во встречах с компаниями и производителями легкой продукции. В рамках форума также состоятся мастер-классы по электронным площадкам, по маркировке товаров и по трендам сезона. Производители народно-художественных промыслов Карачаева-Черкесии имеют большие шансы стать конкурентноспособными даже на мировых площадках, считает министр культуры республики Зураба Гербов. Талант наших художников, наших деятелей искусств, он говорит сам за себя. Здесь есть вещи, они уникальны. С учетом того, что это наш национальный колорит, который приобретает все большую популярность, он как минимум будет популярен у нас в Карачаево-Черкесии, на Кавказе. Следующий целевой наш рынок – это наша диаспора за рубежом, которая, конечно же, любит и чтит традиции, будет в орнаменте, в украшении своих домов использовать это. Ну и есть просто универсальные предметы, которые просто красивы сами по себе и будут пользоваться спросом везде. Но отдельно могу, например, выделить, здесь есть кожеверных дел-мастер, произведитель сёдел, которые по качеству, по соотношению цена и качество явно выигрывают российские аналоги. Но это настоящее произведение искусства. Традиционную для наших глаз, но такую оригинальную и экзотическую для чужестранцев этнокрасоту производят даже семейными подрядами. У нас сегодня представлены, например, пояса ручной работы. Они сделаны из японского бисера и кристаллов Сваровский. Это делает у нас свекровь с невесткой, малина и патимами сроковые. Также у нас представлены изделия из керамики, глина обожжённая. Это делают, это работы представлены учениковости мирового слова. Это делают дети. Основная задача организаторов форума – научить преподносить продукт правильно, с идеально подобранной упаковкой и в выигрышном свете представлять на торговых площадках. Форум как раз и призван для налаживания контактов между производителями и крупными федеральными сетями. Если и выбирать курс, то только на экспорт. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния. Это значит, что нас ожидает самая длинная ночь. В этот день солнце достигает своей самой южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в Северном полушарии. Уже завтра продолжительность дня начнёт увеличиваться, а ночь, наоборот, становится короче. Если в этот день идёт дождь, к мокрой весне. А если светит ярко солнце, то Новый год будет морозным. Что ж, давайте узнаем, какой будет погода завтра. Прогноз от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии снег, в отдельных районах сильный, местами туман и гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус один, минус шесть, днём минус четыре, плюс один. В горах местами до минус одиннадцати. На дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Днём небольшой снег, ночью и утром туман. Гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус два, минус четыре. Днём минус один, плюс один. Новогодние скидки до 30%. Куртка в подарок. Спешите до 31 декабря. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Лучший социальный проект в Карачао-Черкесии прошла церемония награждения победителей конкурса в рамках федерального нацпроекта «Мой бизнес» среди предпринимателей республики. На мероприятие побывал Руслан Жукаев. Проект «Баладжан Жукаевой. Пиши не в стол» победил в номинации дополнительного образования детей. Её идея создания школы литературного наставничества для начинающих писателей стала большим событием в сфере культурного развития молодёжи не только нашей республики, но и Северного Кавказа. Так как в данном конкурсе могли участвовать проекты, которые уже реализовались и доказали свою эффективность, мы с уверенностью подали заявку. Для нас это уже большой успех. Второй год становиться лауреатами этого конкурса. Но я думаю, что наш проект принёс реальный очень сильный социальный эффект, особенно для творческих кругов Северного Кавказа. Поэтому мы и получили данное звание. Также победителем в номинации «Социальное обслуживание» стал Центр патронажа и домашнего персонала «Забота». Они взяли на себя оказание социальной помощи пожилым и маломобильным гражданам, что в сложившейся эпидемиологической ситуации было очень востребовано. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку. Я вот вмешиваюсь. Очень тяжёлые времена для всех. Я думаю, что все присоединятся. Бот был самым-самым тяжёлым, наверное, за всё последние десятилетия. Поэтому спасибо огромное, что всё-таки вы о нас помните, цените, любите, приглашаете. Спасибо огромное. Конкурс на лучший социальный проект проводится ежегодно, и каждый желающий может подать заявку в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни. Это дополнительное образование, культурно-просветительская сфера, социальное обслуживание и IT-технологии. Необходимо развивать тот бизнес, который решает определённые социальные задачи. Вот именно с данной целью, с целью популяризации социального предпринимательства и с тем, чтобы отдать какую-то дань уважения и почтения данным людям, которые, делая свой бизнес, решают определённые социальные проблемы, мы приняли решение о проведении подобного конкурса, а именно лучший социальный проект года. Победители конкурса наградили денежными сертификатами и памятными подарками. Это одна из мер – стимулирование развития социального проектирования. Руслан Жукаев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаево, Черкесия. Почтовой связи Карачаево-Черкесии в этом году исполняется 100 лет. По этому случаю юбилея в Черкесске прошло торжественное специальное огошение юбилейных конвертов с участием депутатов и редакторов газет Республики. Юбилейные конверты выпущены тиражом 50 тысяч штук и будут продаваться во всех почтовых отделениях региона. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. 17 декабря 1920 года на революционном комитете под приседательством видного и общественного деятеля Умара Алиева было постановлено об открытии немедленной почтовой связи. Именно с этого периода начинается история работы почты в Карачаево-Черкесии. Директор управления почтовой связи по республике Ахмат Лайпанов подчеркнул, что данное событие является знаковым. Ведь именно от работы почты зависит эффективность деятельности различных государственных и общественных структур субъекта. На сегодняшнюю дату нам были выпущены вот такие конверты. Номинал 50 тысяч штук мы выпустили. И именно приуроченный к этой дате столетия мы на сегодняшний днём сделали календарный стемпель 17 декабря 2020 года. И сегодня мы масштабно его проштемпелевали. Также сегодня мы сделали дерево добра, которое детям нуждающимся, детским садикам, интернатам подписку на такие стемпелевали. Депутаты и представители периодической печати республики подписали юбилейные конверты и проштемпелевали. Теперь эти конверты будут иметь историческую ценность. В свою очередь участники спецгашения подчеркнули, что почта является и остается одним из необходимых и мобильных служб для всех граждан. Сложное время, когда не все могут поехать в другой регион, а к родным, близким. Но благодаря почте России есть возможность отправить какие-то посылки, бандероли и поздравить своих родных и близких. После всех гостей оформили подписку на издание республиканских газет социальным образовательным учреждением. Мы работники республиканской газеты, вообще всей периодической печати тесно связаны. Мы много лет сотрудничаем, потому что в год два раза идет подписная кампания, и наша дорогая Почта России нам помогает в этой работе. Юбилейные конверты можно будет купить во всех отделениях Почты России. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаево-Черкесии в рамках инициативы «Новый год в каждый дом» под эгидой российской акции «Мы вместе» пройдет акция «Елки-арт» – праздник в каждом дворе. Праздничными мероприятиями охватят 20 дворов многоквартирных домов республики, 5 в Черкесске и 15 в муниципальных образованиях. Большей частью это дома, где живут ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла. Каждый двор превратится в арт-пространство, центром которого станет уникальная «Елка-арт». Таким был понеденье Карачаево-Черкесии. Ну а прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует...